Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Сегодня мы узнаем, читая Псалом, номер Псалма 56, стих 2, что оказывается, у Бога есть крылья. Вот об этом сегодня поговорим. Мы знаем, читая Ветхий Завет о том, что у Бога есть многое из того, что есть и у нас. У Бога есть, как написано, и очи, у Бога есть и уши, он может слышать, у Бога есть мышца, у Бога есть ступни, у Бога есть могучие руки и так далее, которыми он держит молнию, у него есть меч и щит и так далее. И это называется все на языке такой науки, называется антропоморфизм, когда люди пытаются наделить Бога какими-то элементами самих себя. Потому что, иначе как, анализируя самих себя и как будто бы относя свойства нашего естества на Бога, мы не можем Бога и помыслить, потому что мы не можем как будто бы мыслить то, что нам опытно, в опыте не дано. И поэтому возникает картина, что не Бог нас творит по своему образу и подобию, а сам Бог состворен нами, точнее выдуман или как-то продуман, или представлен, или рассказан Бог нашими устами, как тот, который имеет разные элементы, свойственные человеку. А вот сегодня мы поговорим о том, что у Бога есть, оказывается, что-то свойственное миру животных, точнее миру птиц, и это называется уже по-научному зооморфизм. Ну вот почитаем, а потом уже будем комментировать. Итак, читаем Псалом 56, стих 2 по-славянски. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на тебя упова душа моя, и на сень крылу твоею надеюсь я, доньки же приедет, приедет беззаконие». Вот русский перевод, перевод РБО. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, у тебя ищет убежище душа моя, под сенью крыл твоих укрываюсь я, пока не пройдет беда». И вот у Бога есть, оказывается, крылья, и под сенью этих крыл можно укрыться. И, конечно же, это очень образ, на самом деле, никакой не постыдный, никакой не низкий, никакой не недостойный Бога, потому что это образ очень трогательный. И детям понятно, и всем понятно, что Бог есть по отношению к нам, раз используется здесь такой вот знакомый нам образ. Я думаю, что многие люди, которые имеют какой-то опыт жизни у бабушки, в деревне, может быть, на даче, ну, мы видели наседок, курочек, у которых есть цыплята. И вот эти цыплята так им оказываются безмятежно, и безопасно, и комфортно, и тепло, и приятно, именно когда находятся они под крыльями своей мамы на сетке курочки. А может быть, вы даже брали в руки этих курочек, и понимали, что они под крыльями вот очень теплые, очень горячие, как-то вот неестественно высокая там температура. А вот потому, что было бы там комфортно всем укрывающимся под сенью крылышек этой мамы курицы. И, конечно же, люди, люди Ветхого Завета, они, наблюдая все это, да, созерцая эти картины, они подумали, а вот мы тоже, мы тоже, Израиль, да есть такие, понимаете, находящиеся в ситуации опасности, преследования, угрозы, цыплята, беспомощные, без когтей, без хвостов, без зубов. Вот мы вот цыплята, но у нас есть наша мама, Бог наша мама, у нее есть крылья, и эти крылья нас спасают от разных неприятностей. Вот, значит, ну вот поговорим немножко о словах. Вот слово еврейское «канав» — это есть крыло, да, но это слово имеет значение и другие тоже. Например, край одежды. И мы читали в Писании о том, что есть воскрылья вот на одеждах, тоже, видите, крыло фигурирует здесь, край земли, вот. И, наконец, значение для нас сегодня основное, первоочередное — это есть крылья. Арабское слово «канафа», оно имеет значение, это глагол, вот «окружать», «защищать». Вот такой же смысл сохраняется и в арабском языке тоже. И образ Бога, как того, у кого есть крылья, довольно чистотен в Ветхом Завете. Неоднократно мы находим в псалмах, вот есть книга Руфи, другие места, мы о них сегодня поговорим. Есть вот сравнение Бога с птицей, вот, у которой есть крылья. И вот начнем с самого посильного места, книга «Второзаконие», голова 32-я, читаемся из стиха 10-го, где рассказывается, эта песня Моисея рассказывается Моисеем об отношениях Бога и Израиля. И вот написано следующее об этих отношениях. «В пустыне нашел Он, то есть Бог, этот народ, средь воющей пустоты в глуши. Он его защищал, о нем заботился, словно зенецу ока берег». Дальше вот очень важно. «Как орел, что гнездо стережет, над птенцами своими парит, так и он крылья простер, подхватил свой народ и понес». Это песня, это поэзия, это такой есть некоторый ритм, созвучие разных элементов, разных строк. Вот, значит, Бог – это такая птица. Но уже никакая ни курочка, ни наседка, это есть настоящий, такой вот воинственный, отважный, сильный, никаких не имеющих конкурентов, Орел, царь небесных просторов, небесных пространств. Бог – это Орел. И дальше возникает картина, возможно, вы, как бы у вас такая возникла ассоциация, она у меня возникает всегда. Помните окончание трилогии «Волстерин колец», где вот дошли уже главные герои до своей цели, там этот вулкан, туда бросили кольцо. Но вот беда, начинается какое-то сумасшествие. Земля расходится, возникают какие-то там потоки лавы. И, короче, гибель грозит этим самым людям, этим путешественникам, братству кольца, выжившим его членам. И вот прилетают орланы, хватают, но не хватают, на них садятся главные герои и улетают. И оказывается, что эти орлы, эти небесные могучие птицы сильнее всего, сильнее пространства, сильнее стихии, сильнее зла, сильнее вулкана. И все, что находится внизу, угроза, опасности, это будет внизу. А Бог нас понесет над всем этим, над пустыней, над скропионами, над какими-то змеями, кобрами. Бог нас принесет к нашей цели, к земле обетованной. Вот такая мысль есть в этом стихе, в книге «Второзаконие». Ну, и еще есть интересные места. Например, пророк Иеремия довольно часто сравнивает Бога с такой боевой птицей, у которой есть крылья. Птица-хищник, птица, которая атакует, которая воюет со злом и побеждает это зло. Ну вот, например, глава 48, стих 40. «Так, говорит Господь, устремится орел на добычу, над Моавом раскинет крылья. Города Моава будут взяты, крепости захвачены». То есть вот прилетает орел, Бог, крылья как будто бы нависают над враждебными мавицкими городами, селениями, но это уже не знак безопасности, не символ защиты. Это уже знак угрозы нависших релья. Эти птицы, этого божества означают расправу, завоевание и казнь этого народа. И тогда самые могучие державы, ладномовитяне, египтяне, осирийцы, повелоняне, оказываются лишь кроликами по отношению к своему, вот такому небесному Богу, который является для Израиля источником защиты, упования и безопасности, а для врагов Израиля оказывается источником угрозы и грядущего исчезновения. То, что у Бога есть крылья, мы знаем даже из Нового Завета. Например, известный есть образ из Евангелия от Матфея, глава 23, стих 37, мы читаем такие слова. Это слова Христа. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел бы я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а бы не захотели». Ну вот, видите, сам Христос, богочеловек, оказывается этой вот птицей, этим небесным творением крылатым, и вот он хочет опять собрать своих, свой народ под эти крылья. Но вы не хотите, вы какие-то безумные цыплята, и, к сожалению, без защиты, без опеки, а вы не понимаете этого, без защиты ваша жизнь будет полна опасностей, она будет несладкая и чреватая осложнениями. Ну и, наконец, еще есть два очень сильных образа, такой хороший, и второй угрожающий, опять же из Новозаветных текстов, где сравнивается Бог с кем-то крылатым. Ну вот, например, Святой Дух спускается на Христа в момент крещения на реке Иордан, как будто бы, как там сказано, как будто бы это был голубь, или в виде голубя. Значит, опять, видите, голубь, крылья, этот вот хлопки взмахов крыл, крыльев, это похоже на Святого Духа. Святой Дух тоже имеет такое вот внешнее выражение, он был видим в виде голубя. И не случайно есть даже в церквях такие изображения, вот, висит голубь, допустим, в царских вратах, голубка, вот, это и есть символ Духа Святого. Ну и на иконах очень часто, конечно же, голубь изображает сошествие Духа Святого. Но заканчивается Библия довольно угрожающим образом Бога как крылатого существа. Ну вот, есть, ну не Бога, а вот каких-то духовных сил, духовных каких-то существ. И там рассказывается о том, что есть какие-то существа, и у них есть крылья, и от этих крыльев есть огромный шум, как будто бы стук от крестниц, когда мужество коней бежит на войну. Вот, опять же, шум, крылья, война, это уже угроза. И тогда мы, разобрав в общем, так довольно общо, все случаи использования этого образа в Библии, Ветхого и Нового Завета, еще раз понимаем сказанную мной истину. Для своих, для людей верующих, крылья Бога являются источником сени, защиты, утешения, какого-то успокоения и безопасности. Для оппонентов же народа Божьего, для людей, которые объявляют Богу войну, эти крылья оказываются крыльями боевой птицы, боевого орла, и эта встреча с Богом, который, видя орла, является, не сулит людям ничего хорошего. Дорогие друзья, пускай для каждого из нас, для каждого из вас, для ваших родных, Бог будет той самой птицей, которая дает утешение, безопасность и защиту. Как мы читали сегодня о псалме в этом очень хорошем образе. Спасибо за внимание. Портал экзоге.ру из Петербурга. Всего хорошего, не болейте. Продолжение следует... Продолжение следует...